Конкурс предпринимателей «Тюменская марка» выходит на финишную прямую. Участники готовятся к защите своих проектов. На победу претендует 21 человек в 7 номинациях. Общий призовой фонд около 2 миллионов рублей. Подробности далее. Участники 18-й «Тюменской марки» навсегда войдут в историю. Представители малого и среднего бизнеса борются за звание лучших, но теперь защищают проекты в прямом эфире. За развитием событий следят тысячи зрителей. В этом году конкурс вышел за привычные рамки и превратился в бизнес-реалити, в котором можно отдать голос за понравившегося участника. Это очень классные проекты. И вот сейчас у нас как раз идет отбор финалистов, кто у нас получит это главные призы. За первое место 700 тысяч, за второе место 500 тысяч, за третье место 300 тысяч. Голосующие, конечно, для них тоже у нас припасены подарки. И тоже три больших приза. Это ноутбук, это электрический самокат и путевка с открытой датой на отдых. В этом году участниками «Тюменской марки» стали 80 предприятий. Котовары и ресторанное дело, производство медицинского оборудования, одежды и спортивного инвентаря. Задача быстро, но максимально емко рассказать о своем проекте и показать его преимущества. Всего семь номинаций. Поразил проект, конечно, по изготовлению лыж для сноуборда, ну или досок, как правильно называть. Да, поэтому это прямо удивительно, что в Тюмени парень сумел своими руками создать производство вот таких очень инновационных вещей. И самое главное, сделал это на таком высоком уровне, что действительно на них спрос очень большой. Быть участником «Тюменской марки» уже быть лучшим. Знак качества конкурса победители смогут использовать несколько лет. Конкурсанты удивительные люди, удивительные, потому что крайне смелы, без учета требований законодательства, двигаются к реализации своих проектов и полагают, что очень умны, потому что явно не требования эти должны будут исполнить. Очень такая подробная, интересная манера подачи информации о себе. Всем хочется пожелать успеха, всех поддержать и помочь. Уже завтра в 20.00 на телеканале «Тюменское время» можно увидеть финальную защиту проектов. Юлия Никифорова, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.